Всем привет! С вами Станислав Милешов, Гарф Прот, специально для школы битмейтинга. Цикл уроков «Пишем бит». Я решил, что этот урок будет не номер 4, а номер 3,5. Потому что я подумал и решил, что про бас можно еще чуть-чуть, маненечко рассказать. Ну и я расскажу про инструменты параллельно вместе со всем остальным в этом уроке. Итак, начнем. Вот мы остановились на этом месте. У нас получился такой бас. Мы можем... Вот я хотел вам посоветовать еще один плагин помимо Nexus. Это простейший Novation Bass Station. Тут такой довольно простецкий звук и довольно много пресетов. Сразу, чтобы сильно долго не ковыряться, есть хороший вот такой пресет. Вот он. Если взять обработку из предыдущего урока и повесить, то есть бас сюда, получается вполне даже недурственный звук. Ctrl-X, Ctrl-V. То есть их тоже можно, грубо говоря, наслоить друг на друга и получится что-то более-менее интересное. Единственная проблема в том, что эта обработка, которую мы использовали, не очень хорошо подходит для этого баса. Его нужно сделать чуть пореще. Подрезать еще чуть-чуть вверху. Добавить на сабах. Можно добавить вот тут немного. Вот. Тогда бас становится совсем очень сабовым. И засайдчейнить его от бочки. Можно чуть убавить сайдчейн. Итак, вот другая вариация на тему баса. К примеру, можно еще сразу взять и добавить мелодию. Я не буду писать никаких сложных произведений. Просто вот без подготовки выдам что-нибудь простое, но при этом беспроигрышное. Для этого рекомендую вам взять, например, Трупианос. Я сразу включу свой любимый модуль Diamond. И я думаю, что здесь будет актуален пресет Worm. Worm как червяк. Вот у нас по этим нотам построен бас. Как-то так. Что мы можем сделать? Мы можем построить аккорд. Например, если писать трек внутри одной тональности, одной тоники, то можно тоже вполне даже разгуляться на даже на пресловутых трех нотах. Возьмем. Вот пусть будет вот так. На самом деле, не круто. Возьмем, предположим, так, C4 слишком высоко. Нет, вот как раз C4 подходит. Ну, мелодия получилась очень простая. Я бы даже сказал, слегка туповатая. И было бы вполне уместно растянуть ее в два раза. Потому что так она будет менее напрягучей, что ли, из-за того, что будет чуть длиннее. Еще я думаю, что делать вот так, это как-то не очень круто. Лучше возьмем вот наоборот. Продлим паттерн баса. Я уже предчувствую, что в комментариях на ютубе на мне посыпется Ват, написал. Мелодия, что ли, по-твоему? Это говно, а не мелодия. Я нажал не туда. Ну, а че же нет? Возьмем еще вот эту хреновину. Так что это мелодия, которая очень простая. Которая построена на трех нотах, которая звучит в одной тонике. Так что от нее какой-то... Ну, вот я опять ткнул не в ту кнопку. От нее какой-то музыкальности ожидать бесполезно. Я вам рассказываю беспроигрышный способ, А не какую-то прям глубокую творческую мысль. Когда на заднем плане звучит пэд, Трек становится сразу гораздо интереснее. Мне поэтому пэды очень нравятся. Но при этом в них порой бывает многовато низких и средних частот, Которые могут забить весь трек. Конкретнее поговорим о фортепьяно. Можно строить очень простые аккорды. На этом очень даже интересном инструменте. Вот так возьмем. Теперь подкратим немного. Возьмем Alt-S. Сделаем Time поменьше. Такая, опять же, довольно интересная гуманизация. Это функция Strum. Или Strum. Не знаю, как правильно. Вот мы сделали такое простенькое фортепьяно. Клонируем True Pianos. Теперь можно, вот смотрите, какую очень простую мелодию можно написать. Уже больше мелодию. Опять же, такая уж очень спорная мелодия получится. Не обращайте внимания, что она звучит на тех же самых нотах. Сейчас я все это буду исправлять. Теперь мы берем это и поднимаем на А. Лучше даже вот сюда. Лучше даже вот сюда. Я думаю, что вполне уместно было бы, даже если бы она была еще выше. Только я не уверен, что хватит этих самых трюпианцев, октав. Да, хватает. Так. Теперь можно добавить каких-нибудь легких струнных. И я еще раз повторю, что я сейчас не претендую ни на какую музыкальность. Я рассказываю про простую мелодию. Я сейчас не претендую ни на какую музыкальность. Я сейчас не претендую ни на какую музыкальность. Сейчас мы это все скопируем. И вот сделаем вот такую штуку. Звучать должно интересно. Хочу еще добавить, что этот видеоурок я записываю, ради чего все это делается. В поддержку моего нового видеокурса, который называется «Своди как мужик 2», в котором я рассказываю, как свести бит, в котором нету сэмплов. Точнее, там есть one-shot сэмплы, но при этом там нету сэмплов, которые нарезают. Это бит, написанный со нуля. И сейчас мы сделаем сайдчейн на наши инструменты. Сделали. Зайдем в первый паттерн. Сюда удалим бас. Слушаем. Скажем так, звук своей крутостью не поражает. Ну, возможно, это из-за того, что ничего не обработано и ничего не сведено. И нету никакой более-менее четкой панорамы, кроме как на ударных. Поэтому нужно балансировать громкость. Чем мы сейчас и займемся. И очень важный момент эквализация. Будем сейчас подрезать все, что нам не нужно. Опять же, я делаю это в формате видеоурока, поэтому это получается быстро. Объяснений каких-то прям теоретических не ждите. Лучше погуглите сами, потому что так информация еще и усвоится, возможно, чуть получше. А лучше приобретайте мой курс. Там все сказано очень даже четко, очень ясно. Под этим видео есть ссылка на страничку с описанием этого курса и с возможностью его приобрести. Там я прямо свожу инструментал, в котором 14 ударных звуков, более там 12 инструментов. Ну, около 10 инструментов. И там я прям все объясняю, как, зачем, почему и делаю. И показываю, как это делать так, чтобы все звучало хорошо. Как сделать хороший баланс громкости, как сделать хорошую панораму. И как сделать так, чтобы все это было крутым, чтобы это круто звучало при всей своей праведности. Потому что иногда трек может быть правильным, но звучать при этом так себе. Правильным я имею в виду с точки зрения теории звука и с точки зрения анализаторов. И так, вот мы сделали очень-очень-очень легкую обработку. Более подробно к ней мы вернемся в следующем уроке. А пока. А сегодня вы узнали, как можно построить простейшую мелодию о Фрутилупсе. Как можно сделать бас чуть поинтереснее. И пока я не забыл, пока я не закончил видеоурок. В последнее время очень популярен стал слайд бас. Конкретно здесь можно его сделать. Тут очень все просто. Нужно крутануть вот эту порто-крутилку. И в зависимости от того, насколько вы сильно ее повернете, от 0 до 127, настолько медленно будет звук перетекать от одной ноты к другой ноте. Сейчас мы выставим ее. Ну, давайте попробуем выставить ее на 30. И послушаем. В паттерн. Не слышно. Вот. Сейчас эффект этот стал заметен. Вот так это все просто. Итак, встретимся с вами в полноценной четвертой части моего ютубовского видеокурса «Пишем бит». И прочитайте описание под этим видео моего видеокурса «Своди как мужик 2» мейнстрим. Я очень сильно старался, когда делал этот курс. Так что не забудьте подписаться на меня в Твиттере. Ссылка опять же под видео. И так, всем пока. С вами был Станислав Милишов. Гарф Прот. Там школа битмейкинга. Все дела. Подписывайся на канал и ставь лайк. Сделай это обязательно. Потому что если ты подпишешься и поставишь лайк, то будет больше моих материалов, материалов, больше уроков.